Без диалектики, как подчеркивал Ленин, невозможно устоять под натиском реакции и лжи. Поэтому мы все должны стать кружком любителей гегелевской диалектики. И опираясь на изучение истории, включая историю естествознания и техники, и историю общественного развития, материалистически истолковывать диалектику Гегеля и использовать ее как могучий метод в борьбе за общественный прогресс. Михаил Васильевич Попов Здравствуйте, товарищи! Начинаем очередное занятие кружка любителей гегелевской диалектики КЛГД. Это последнее занятие в 2023 году, а год для тех, кто занимается изучением науки логики, у нас рубежный. Потому что сколько вы бы не читали разных всяких руководств, статей, книг о гегелевской диалектике, везде говорят, что вот, дескать, вот она идеалистическая, надо ее истолковывать материалистически. А как истолковывать? Значит, никто на этот вопрос не отвечает, кроме кого? Кроме нас. Кроме того кружка, который этим занимается уже не один десяток лет. И мы к этому подходим как к очень серьезному делу, и мы его продвигаем. То есть мы рассматривали, где, собственно говоря, особенно ярко высвечивается сход такой экспозиции, которая, можно сказать, может быть рассмотрена и материалистически, и идеалистически. Потому что вот первые две книги «Учение бытии», они, может, потому так хорошо и называются, «Учение бытии», и сам же Гегель их вложил в один том, что вполне можно считать, что это бытие. А вот вы, наверное, знаете, что есть два варианта обозначения материализма. Вот материя первична, а сознание вторична. А есть другой вариант, эквивалентный, его и Маркс употребляет, и Энгельс, и Ленин, что бытие первична, а сознание вторична. А где сознание? А сознание – это вот какая третья книга, как называется? Субъективная логика. Так что вот если по-крупному взять, вот брать прямо целыми книгами, всего три книги и два тома, в два тома сформировано, заключено то, что вполне материалистически можно истолковывать, и ничего не надо переделывать, но не обращая внимания на некоторые экскурсы, в идеалистические работы, которые Гейгель делает, и которые мы совсем не обязаны брать в рассмотрение, а они, так сказать, по ходу дела для разукрашивания существуют. И не будем забывать, что он творил в то время, когда господствовал идеализм, конечно. И последняя книга, третья книга, или том второй. Том второй, тут даже вот можно сказать, что в какой-то мере замаскирован он, вот этот переход на идеалистическую позицию. А в чем идеалистическая позиция? А в том, что начинается этот том субъективной логики. Субъективной логики. А потом уже идёт объективная логика. А уж когда потом идёт единство того и другого, то это снова можно трактовать и с материалистической, и с идеалистической позиции. То есть есть идея, она разворачивается. Если идеалист сначала какую-то имеет идею, её разворачивает, а если материалист что-то задумал сделать, то что он будет делать? То есть он её разорвёт, развернёт, эту идею. Сначала распишет, как, например, архитектор распишет все этажи зданий, все башенки, все окна и так далее, а потом только начнёт строить. И строить будут люди, которые, так сказать, даже этого всего не видят. Поэтому сначала нужно представить будущее в идее, а потом его материализовать, потом преобразовывать. То есть вся дальнейшая часть преобразования мира опять здесь, так сказать, как бы плечом к плечу мы идём с Гегелем, а потом, может, так понимать, может, так. И поскольку вот этот, можно сказать, переход очевиден здесь, сбой, почему он очевиден? Чем заканчивается вторая книга? Вторая книга... Вот если вы просто будете смотреть на оглавление, а я специально взял оглавление отдельно, так сказать, видите, я распечатал. Вот когда вы смотрите на оглавление, там это видно невооружённым глазом, когда тут текст, 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 это не видно, а в оглавлении... Вот мы доходим до конца второй книги. Первый том «Учение обытии». Вот, смотрите. Второй отдел. Второй отдел. Первая глава. Существование. Вторая глава явления. Третье – существенное отношение. А третий отдел после явления какой? Действительность. Это третий отдел. Последний отдел – раздел «Действительность». Значит, с чего надо начинать? С того, если мы не хотим делать логического боя, то логика означает развертывание одного. А если я сказал, вот сначала один, два, три, четыре, пять, потом про кур, цыплят и коров, а потом про рыб и солнечное зияние. То есть, если так, то это никакой логикой никак нельзя назвать. Логика состоит в том, чтобы вы, дойдя до известного пункта, отправились снова из этого пункта и пошли дальше. Так если у нас пункты обозначены, вот возьмите, третий отдел, как называется, второй книги – «Действительность». А что характеризует «Действительность»? И это такое явление, которое берется вместе с сущностью, чтобы на поверхности вы видели уже сущность, а не только там в глубине. Вот каждый человек – общественный человек. А вот коммунист – это тот общественный человек, который действительный. Почему действительно? Потому что он и сознательно действует как общественный человек, а не как отдельный гражданин. И он сознательно подчиняет свои действия чему? Вот этой задачей борьбы за освобождение всего человечества и за то, чтобы во всем мире воцарился коммунизм. В этом смысле, скажем, Маркс и Энгельс написали коммунистический манифест и в соответствии с ним действовали. До тех пор действовали, пока не пришли к выводу, что этого мало. Что надо немножечко подправить. И когда они критикуют программу немецких социал-демократов, и Маркс, и Энгельс говорят, что тут надо поставить вопрос о диктатуре пролетариата. Теперь, говорят, после того, как было восстание в Париже, когда коммуна выступила, то уже нельзя остановиться только на том, что вы будете рассказывать о коммунизме, а не берете его самую, можно сказать, главную нить, струну. Коммунизм – ничто без диктатуры пролетариата. То есть, ничто в каком смысле? Когда закончится эта эпоха диктатуры Патриата, когда будет преодолелён не только капитализм, но и социализм перейдёт в высшую свою фазу коммунизма, ну тогда, как говорится, диктатура Патриата будет что? И тоже к ней по-разному относятся. Вот Ленин писал «Государство и революция», и он обнаружил, что как по этому поводу Бухарин выступал, что и вот пролетариат вбивает осеновый кол в могилу государства. А Ленин говорит, что государство – это вот такое орудие, вот особенно государство, диктатура пролетариата, с помощью которого мы должны прийти к полному коммунизму, и поэтому государству надо памятник поставить, а не вбивать осеновый кол. И вот такие желающие вбивать осеновый кол в могилу государства пролетарского, они у нас обнаружились очень скоро, после смерти Сталина. И, наверное, вы видите, потому что после него были люди, которые не сформулируют ничего теоретического, не написать, не просто, так сказать, хотя бы правильно, а вообще, так сказать, они никакими теоретиками не являются. Хотя, а можно ли построить архитектор, может построить здание без бумаги, без карандаша, без плана, без все-таки. Можете вообще построить коммунизм, или участвовать в этом деле, или руководить этим делом граждане, руководители партии, которые не могут теоретически эти вопросы поставить, и вообще не знают марксизма, или его пытаются реализовать. Ну, это причем одно с другим связано. Если я не знаю, как забраться на вершину, и у меня нет для этого ни средств, ни намерений, то я начинаю придумывать обходные пути, как бы по низам, по болотам ходить, и назвать это восхождением на небеса. Вот, в общем, перед Гегелем, как идеалистом, тут возникла проблема. То есть до этого он, так сказать, никакой проблемы не видел. Считайте идеалистически, считайте материалистически, все равно речь идет о том, что вот мы начали с бытия, потом углубились в сущность. Хотите вы это бытие, понимаете, как идею, хотите, понимаете, как хотите. Потому что в самом понятии бытия это не оговаривается. Правильно? Вот, или как Ленин пишет в своем конкретно, я вообще стараюсь Гегеля читать материалистически. Это мешает ему вот сам текст читать? Не мешает. То есть не всякий текст, если это будет там Святое, так сказать, Писание или Библию, как бы вы ее материалистически не почитайте. Хотя ее полезно почитать. Я, например, специально прочитал Библию, потратил на эту ровно две недели. И, по крайней мере, у меня когда бывают дискуссии с гражданами из духовной сферы, я с ними много всяких вопросов могу задавать. Ничего себе, конечно. Это труд, который общество и люди всегда боготворили, а он рассматривает как Бог, как наказание. Это же наказание было первым двум людям. Что в поте своем будете как рабочий трудиться на фабриках и заводах. Вот вам наказание. Труд как наказание. Не как самоосуществление иди вида. И вот, значит, короче говоря, в чем тут интрига? Что вот действительность тут ясна. Что тогда делает Гегель? Гегель делает мост. Мост. У него идет сразу не начало этого, не начало изложения уже. Субъективность хочет он поставить. И поставил первым. Но перед субъективностью стоит о понятии вообще. То есть, которое, ну, вроде, ниоткуда не должно выходить. Потому что закончили, на чем закончили, на действительности, и переходить от действительности дальше. Нет. Как будто оно существует само по себе, это понятие. Да. Вот, а существует как бы само по себе. И есть, вот, идет, пошел разговор о понятии вообще. О понятии вообще. Вот она. Страница 5. И долго-долго он на эту тему рассуждает. То есть, как бы, о понятии вообще. Как можно о нем говорить, если мы о понятии вообще ничего не знаем? Что можно знать о понятии в самом начале? Скажите, товарищи Ди Алексеевны. В начале. В начале. Что оно бытие. Вопрос воникает, кто должен понимать? То есть, кто-то же понимать должен? То есть, кто это? Да. Ну, и вообще, что можно в начале, если вы не разобрали вопрос о понятии, говорить о понятии? Так, а в чем смысл тогда книги, учения о понятии? Так, учение о понятии и есть о понятии. А что значит о понятии вообще? То есть, вот это вот, это такой мостик, который позволяет ему несколько замаскировать это обстоятельство, что он закончил на действительности и должен встать одной ногой на действительность, а другой ногой на какую-то первую категорию учения о понятии. Правильно я понимаю? Если это логика. Потому что, если это логика, то следующее вытекает из предыдущего. А тут не вытекает. Тут будут какие-то рассуждения. И эти рассуждения, они, между прочим, содержат очень много всяких вполне материалистических мыслей. Я хотел бы, так сказать, на нашем сегодняшнем занятии на это обратить внимание и акцент на этом сделать, что Гегель-то понимает, что он делает. Поэтому там известную дань материализма говорит и нам как бы одно вот слово. Ребята, я с вами. Через время машет рукой. Через время машет рукой. Вот о понятии вообще очень рекомендую. Это прямо сказка. Такая вот. Поэтому давайте это сделаем. Гегель о понятии. Вот сегодня у нас. А понятие вообще. Вот первая мысль такая хорошая. Указать непосредственно, в чем состоит природа понятия, так же мало возможно, как невозможно установить непосредственно понятие какого бы то ни было другого предмета. То есть непосредственно нельзя. Так оно и должно быть опосредственно вот этим движением. Две книги уже прошли. Учение о бытии, учение о сущности. А вы собираетесь указывать непосредственно? Так почему же он как бы отрезается, отрывается. Вот этим вот. Тем, что вроде как берется как связка, а связка может рассматриваться двояко. И как то, что соединяет, и как то, что разделяет. Любая граница, это что такое? Граница – это одна и та же определенность, которая соединяет и разделяет два нечета. Вот он тут занимается не соединением, а разделением. Совершенно явно. Дальше. Мы должны смотреть на понятие не только как на субъективную предпосылку, а как на абсолютную основу. Ну, тут, значит, вроде как, но на субъективную предпосылку все равно предлагают смотреть. Абстрактно-непосредственное есть, правда, нечто первое, но как абстрактное, оно есть, скорее, нечто опосредственное, основу которого, таким образом, мы, если желаем постигнуть его в его истине, еще должны отыскать. Взятые, а дальше он говорит, что взятые с этой стороны, понятие должно быть рассматриваемо, прежде всего, вообще как третье к бытию и сущности, к непосредственному рефлексии. То есть оно третье к бытию и сущности, а он его не берет. Он его не берет, он начинает об этом говорить, что оно должно быть взято, но не берет, рассуждает о другом. Чем заканчивается это вот второе? Чтобы было третье к бытию и сущности, его причаливать можно только к сущности. Нельзя же причаливать к бытию, никак, прицепить. Только к сущности, а сущность кончается действительностью. Бытие и сущность – суть постольку момента его становления. Ну вот, бытие и сущность – моменты становления. А бытие и сущность исполняется, можно рассматривать, как объективное. Почему понятие нельзя рассматривать, как объективное? Почему оно нужно смотреть, как субъективное? С какой статьи? Понятия же есть и их основа и истина, но если это основа, то основа, как вы понимаете, она не в голове, а истина уже, истина в том смысле, что она, так сказать, познанная, то, что это основа, тогда и истина. Она истина во втором смысле, а не в первом. А основа – бытие и сущность, суть по стольку момента его становления. Понятие же есть и их основа и истина, как то то листво, в котором они затонули и содержатся. Значит, раз затонули и содержатся, и что затонуло, и что содержится. Действительность содержится. Наверху, вот того, что затонуло и содержится, на что хотят поставить следующие, так сказать, категории. Они в нём содержатся, так оно и есть их результат. А раз оно и есть их результат, так они… Результат чего? Результат бытия, в котором усматривается сущность. Значит, они никак не удаются оторваться от объективности здесь. Если надо усматривать их основу. Они там содержатся? Раз они здесь содержатся… Понятие, как результат взаимодействия бытия и сущности? Взаимодействие их тогда рядом положите, они не взаимодействуют. Как результат движения от бытия через сущность. Да, как результат. Мы же идём всё время по ступенькам. Объективная логика, рассматривающая бытия и сущность, составляет, поэтому, собственно говоря, генетическую экспозицию понятия. Вот мы на этом и стоим. Берём, что это генетическое, то есть порождение. А для порождения-то и есть логика. И поэтому нельзя от этого уходить. Говоря точнее, уже субстанция представляет собой реальные сущности или сущность, поскольку она соединилась с бытием и вступила в действительность. Ну, вот это самое, это характеристика действительности. То есть действительность берётся вместе с сущностью, а не в отрыве от сущности. Чем отличается действительность от бытия? То, что бытие, это, так сказать, как бы вы рассматриваете, то, что есть. А тут вы рассматриваете содержание того, что есть. В нём есть сущность, а эта сущность в действительности выходит наверх. Она не остаётся где-то в глубине о том, что вы знаете, но никогда не видите, а вы её и видите. Вот в этом отличается действительность, потому что это не такое явление, которое только явление, а которое связано с царством законов, и которое закономерно выходит, и поэтому оно неотделимо от этого бытия. Субстанция представляется в реальную сущность. Поскольку она соединялась с бытием и вступила в действительность, видите, он ещё не оторвался от действительности, поэтому понятие имеет свои непосредственные предпосылки и субстанцию, то есть действительное. Она есть в себе, то что понятие есть как проявившееся, ну вот, а в себе это равенство с собой. Вот как понятие как проявившееся? Понятие есть как проявившееся, а что проявилось? А проявилось единство бытия и сущности, вот оно и проявилось, так это в действительности есть. Диагностическое сдвижение субстанции через причины, с взаимодействием, поэтому непосредственный генезис понятия изображает ход становления последнего. Тут еще ни с какой дороги, правильной дороги, Гегель не сошел. Но его становление, как и повсюду становление, имеет то значение, что оно есть рефлексия, переходящая в свое основание, и что кажущееся сперва другим, в которое перешло первое, составляет истину этого первого. Таким образом, понятие есть истина субстанции, истина. То есть понятие – это истина чего? Действительности. Истина ее. То есть мы, когда берем понятие, то мы берем действительность не без сущности, а с сущностью. Вот тогда, когда мы его берем вместе с сущностью, вот это и есть понятие. Именно берем как единство. Бытия и сущности. Так. Дальше. Отсюда у него и вывод такой, что свобода оказывается истинной необходимостью и способом отношения понятия. Свобода оказывается истинной необходимостью. Это Маркс потом говорил об этом же самом, что свобода – господство над обстоятельствами, сознанием – дело. Нет, свобода вообще, я не вижу, что она необходима. То есть она как… Нет, нет, свобода истинной необходимости, а необходимость – истина свободы. Свобода оказывается истинной необходимости. Вот истинной необходимости и берите, вот эта свобода и есть. А если вы думаете, что вы будете что-то делать, что вам в голову взбредет, это не свобода. Это произвол называется. Есть такое понятие – произвол. Сейчас вот в штану, на голову и буду здесь ходить. Степан Степанович будет записывать. Это будет произвол. Так, ну вот, давайте так дальше будем за этим смотреть. Когда, наконец, всё-таки разрывает Кегель этот связь с материалистической трактовкой. Вот на странице 8 говорится, что это бесконечная рефлексия самого себя, состоящая в том, что в себе и для себя бытие есть лишь благодаря тому, что оно есть положенность, есть завершение субстанции. Ну, раз завершение субстанции, вот и переход к чему? К понятию. Потому что субстанцию соединяет как раз бытие и сущность. Она явление и действительность соединяет. Но это завершение не есть уже сама субстанция. Оно есть нечто более высокое понятие – субъект. Откуда выскочило слово «субъект»? Типа Бог. Да, вот субъект появился, вот он, Господь Бог, субъект, понятие. Хотя понятие, ну, понятно, если оно у него и получилось, результат развития человека, который, между прочим, есть материя, причём высший цвет материи, и развивается. Ну, так вот он это сформулировал, но он чувствует себя после этого неспокойно. Причём он говорит более высокое, она должна содержать себе низшую позицию. И вот тут он начинает о разных всяких вещах говорить, о спинозизме. О спинозизме, о спинозизме, в чём смысл учения спинозы. А для него он не материалист и не идеалист. Вот он тут ему и попался по дороге. А он, что сказать, вот для него, так сказать, идея, она и материя. Материя, она же и идея. И он, так сказать, так очень положительно к спинозе относится. Хотя спиноза пытался затушевать это не просто различие, а противоположность. Материализм и идеализм. Ну, вот, значит, Гегеля, чтобы перейти на позицию идеализма, вот здесь, уже в этом месте, надо взять спинозизм. И он его там хвалит за то, что он, вот, неизбежно надо на такую точку зрения вставать. Оно есть раскрытие субстанции, раскрытие генезис понятия и так далее. Понятие открылось, поэтому царство свободы. Вот, хотя свободу нужно тоже тут специально об этом говорить. Одно из атрибутов спинозовской субстанции служит мышление. Вот, просто атрибут. То есть одно из проявлений. Мышлением обладает самая субстанция. А у спиноза, а спиноза скажет, а я же, у меня оно и материя, сразу и сознание, поэтому это один из атрибутов. К нему тут претензии вы не предъявите. А вот Гегелю можно, раз он, так сказать, не признаёт, так он должен стоять на позициях идеализма. И вот он уже дошёл на страниц 11 до индивидуальной личности. А ведь мы не забываем, что перед ним стоит задача перейти от действительности к понятию. А вместо этого перехода многочисленные разные рассуждения. О других философах, о каких точках зрения. О единстве сознания, вот на странице 12. Согласно этому учению, единство понятия есть то, через что нечто есть не голое определение чувства, созерцание или голое представление, а объект. Так, у него теперь слово «объект» применяется как раз к тому, что является субъектом. Ведь это что говорится, что определяет чувства, созерцание или голое представление. Объект. Объективное единство – это единство «я» с самим собой. А «я» – это что, если единство «я» с самим собой? Это субъективный идеализм по существу. Откуда выскочил этот «я»? Тут же человека нет ещё, он и ничего, так сказать, никакого «я» ещё не может быть. Мы до него не дошли, хотя дальше-то он до него доходит. Но когда доходит, тогда это можно было и говорить. Так, объективностью предмет, стало быть, обладает в понятии. Так, здесь дальше про Канта идёт разговор про Канта. И вот, всё-таки, сколько он не тянул, Гегель, всё равно ему пришлось обратиться к чему? К тому, что есть конкретные формы, конкретные образы. Столь же мало касаются науки логики, как эти конкретные формы, которые логические определения принимают в природе. А именно, пространство и время. Затем наполненное пространство и время, как неорганическая природа. И, наконец, органическая природа. Всё-таки, так сказать, он к этому пришёл, и всё равно об этом будет потом говорить. Но для него принципиально было поставить вопрос о суждениях, вопрос о умозаключениях, о понятиях раньше этого дела. И пока он тут, иначе как за уши, не смог это притянуть. Каковы бы ни были формы предшествующих понятий, важно, во-вторых, знать, как мыслится отношение к ним понятия. Да. Мы ещё не знаем, что такое понятие. Это же всё рассуждение. В учении о понятии и само понятие не определено. Потому что, как обычно у него все категории, они вытекают из предыдущего и определяются. А здесь вот он о нём говорит так, как будто бы он его вывел. А он ничего и не вывел пока. Вот. Вот, смотрите, теперь пошёл разговор и материи. Каковы бы ни были формы предшествующей понятию, важно, во-вторых, знать, как мыслится отношение к ним понятия. Это отношение, как в обычном психологическом представлении, так и к кантовой трансцендентальной философии, понимается так, что эмпирическая материя, многообразие созерцания представлений существует сначала само по себе. Само по себе. Ну, материя существует сама. Она действительно само по себе существует. Да. Это, так сказать, вот он, вот эту сторону кантовского учения вроде бы и принимает. Но если принимает, так и двигает дальше от действительного понятия. А потом... Материя в этом рассудке не облияет. Да. Да. Самый последний абзац на этой же странице 14. Правда, нужно согласиться с тем, что понятие как таковое еще не полно. Что значит оно еще не полно, когда он понятия еще и не вывел. И вообще, так сказать, до понятия не дошел. И до понятия нельзя дойти без человека. А у него получается, что он как бы вот этими рассуждениями, которые идут не опираясь на предыдущие, а просто у него изливаются из его головы. Противоречивая. Да. Должно еще возвести себя в идею. Понятие должно возвести в идею. Так еще он не дошел до понятия, которое только есть единство понятия и реальности. Вот есть уже единство понятия реальности. А реальность что? А реальность это, так сказать, уже категория материалистическая. А может быть, и единство реальности и понятия. Можно и так, и так трактовать. Как это должно получиться в дальнейшем, путем рассмотрения природы самого понятия. Ибо реальность, которую она сообщает в себе, страница 15, должна быть не подобрана как нечто внешнее, а выведена согласно требованиям науки из него самого. Из чего? Из чего него? Не знаю. Из понятия. Вот вывод реальности из понятия должно быть. Ну, так вы же его не вывел из понятия реальность. Но поистине, неупомянутые выше, данные через созерцание и представление материи должны быть выдвинуты в противоположность понятию как реальные. Вот вам, пожалуйста, что в итоге говорит Гегель. Мы с этим можем согласиться? Мы противоречим. Да, противоречит. Да и хорошо, что он противоречит своему идеализму. Материя, неупомянутая выше. По истине, во-первых, по истине. Истинно, истинно вам говорю. Ну, прямо как заклинать. По истине, неупомянутые выше, данные через созерцание и представление. Помните ленинское определение материи? Материя – это объективная реальность, данная нам в ощущениях. Так? Да. Вот оно здесь. Данные через созерцание и представление. Ну, это и есть в ощущениях. Материя. Должна быть вытянуто в противоположность понятию как реальная. Ну, и хорошо. Зачем его удивлять? Она тут у него присутствовала в двух книгах. Присутствовала эта материя, только не называлась. Она же объективная реальность. Если мы объективную реальность всё время изучали. Мы начали изучать бытие, потом углубились в сущность, дошли до действительности. А что такое объективная реальность? Это та действительность, с которой мы имеем дело. Никак иначе нельзя трактовать. Ну, вы видите, что даже вот такие формулировки, которые Ленин в книге использовал, «Материализм и перекритицизм» для определения материи, он прямо взял отсюда. Что такое материя? Это объективная реальность, данная нам в ощущениях. Ну, данная через созерцание и представление материи. Ну, материя даже. Вот, пожалуйста. Философия же, вот уже внизу этой страницы, даёт нам постегнутое понятие, усмотрение того, как обстоит дело с реальностью чувственного бытия. Так? Вот это чисто материалистическое утверждение. Посмотрите. Философия даёт нам постигнутое понятие, усмотрение того, как обстоит дело с реальностью чувственного бытия. И предпосылает рассудки в вышеуказанной ступени чувства и созерцания, чувственное сознание и тому подобное. Вот вам, пожалуйста, материализм в чистом виде. То есть он тут вроде бы решает задачу перевести это дело, так сказать, на ступень идеализма, свою позицию, но никак не получается. Он вынужден, как человек всё равно, так сказать, понимающий их соотношение, вынужден об этом высказываться. Философия же даёт нам постигнутое понятие, усмотрение того, как обстоит дело с реальностью чувственного бытия. И предпосылает рассудку вышеуказанной ступени чувства и созерцания, чувственное сознание и тому подобное. «Поскольку они суть в ходе его становления и его условия, причём, однако, они суть его условия только в том смысле, что из их диалектики и ничтожности понятие возникает как их основание. А это откуда взялось? Как их основание. Понятие. Вот понятие возникает как их основание, причём это он ничем не доказал, это он просто сделал идеалистическое высказывание. Причём? А что такое причём? Причём это вот, мы смотрим на товарища, а у него при чём? При нём ещё и ручка справа лежит. «Не пришли, не пристегни». Ну так, взять ни с того ни с чего вдруг, это появилось понятие без этого. А не в том смысле, что оно было бы условлено их реальностью. Поэтому абстрагирующее мышление должно рассматриваться не просто как оставление в стороне чувственной материи, которая при этом не терпит, дескать, никакого ущерба своей реальности, оно скорее есть снятие последней и сведение её как простого явления к существенному, проявляющемуся только в понятии. Ну это правильно, в понятии находится это существенное. Так это материалистическая тоже трактовка, вполне. Главное недоразумение, если он в адрес материализма говорит на странице 16, имеющее здесь место заключается в том мнении, будто естественный принцип или то начало, которое служит исходным пунктом в естественном развитии или в истории развивающегося индивидуума, есть истинное и первое, так же и в понятии. Созерцание или бытие и суть, правда, по природе первое, или условие для понятия, но это отнюдь не означает, что они суть безусловная в себе и для себя, если оно первое и условие для понятия. В понятии скорее снимается их реальность, ну скорее это, так сказать, такое, знаете, высказывание. Скорее так понимать, скорее не так понимать. Если дело идёт не об истине, а лишь об истории, о том, как всё это происходит в представлении, являющемся мышлении, то можно, конечно, не идти дальше рассказа о том, что мы начинаем с чувств и созерцаний, и что рассудок из всего их многообразия извлекает некоторую всеобщность или некоторая абстрактная, и, разумеется, нуждается для этого в вышеупомянутой основе. Ну, так вот, собственно говоря, этим и занимается философия. Он говорит, что философия не должна быть рассказом о том, что совершается, а должна быть познанием того, что в этом совершающемся истинно. Так вопрос и в том, что истина, из бытия выходит идея или из идеи выходит бытия. Этот вопрос таким образом не разрешается. Вот теперь обратимся к странице 18. Здесь, следовательно, определенно высказано объективное смышление, то тождество понятия и вещи, которые есть истина. А тождество понятия и вещи – это и есть тождество вещи и понятия. Правильно? Я могу переставить тождественное? Да. Могу. А тождество вещи и понятия означает, что понятие должно быть тождественной вещи, отражать ее и выражать ее. А у него немножко переставлено. А истину – состоящие в единстве объекта и понятия. Через понятие предмет приводится обратно к своей неслучайной существенности. Так, следовательно, понятие надо понимать не только в субъективном смысле, но и в объективной. То есть понятие объекта, вот если я буду говорить о понятии яблока, оно яблоко, что у меня в голове? И понятие яблоко – это то, что является единством явления и сущности, потому что разные – это криво с кривым боком, это с пятнами яблока, это яблоко кислое, это сладкое, это с палочкой, это без палочки и так далее. Но единство понятия и сущности, и бытия и сущности – это и есть понятие. То есть понятие яблоко мы применяем для выражения того, что есть в действительности. То есть действительность берем не как состоящее из чего-то постороннего, чуждого и случайного, а берем как то, в чем сущность и явление совпадают. Как они совпадают в понятии действительного. Вот так и берем. И вот дальше через понятие предмет приводится обратно к своей неслучайной существенности. Ну, да замечательно. Тут опять он опустился на позицию материализма. Последнее выступает в явлении. И именно поэтому явление есть не просто нечто, лишенное сущности, а проявление сущности. Но ставшее вполне свободным проявлением сущности – есть понятие. Значит, это надо только понимать не так, что оно в голове. И даже не в общественной голове, а так, что оно в материальной жизни. В действительности это имеется. Понятие есть та форма абсолютного, которая выше бытия и сущности. Она выше его, но она включает в себя и бытие, и сущность. То есть так, как оказалось, что с этой стороны она подчинила себе бытие и сущность. Понятно, более высокая подчиняет себе то, результатом чего оно является. И вот он вместо того, чтобы пойти этой дорогой, он пытается здесь выбраться из объятий материализма, в которых он находится, и как-нибудь перевестись на рельсы идеализма. Вот, смотрите, восемнадцатый, девятнадцатый переход. Вот, материя – это истина не в том виде, в каком она является, в ней и до понятия, а исключительно в своей идеальности или в своём творчестве с понятием. Ну, в своей идеальности мы можем её и выкинуть, а в своём творчестве с понятием, конечно, надо брать. Если понятие и есть как раз единство бытия и сущности. Нельзя же вот взять то же самое яблоко и сказать, у него вот есть сущность, есть бытие. Ну, а их что-то отсоединяет, вот это единство бытия и сущности, которое делает их яблоком. Хотя яблоки всё равно единичные, а такое, значит, всеобщее, другое. Вот, а особенно это какой-то вид яблок, жёлтый ранет. Так, вот, и он тут так долго вокруг этого крутится, потому что он попал такой… Вот, логика показывает, вот тут на странице девятнадцать влезает его уши идеализма. Логика показывает, как идея поднимается на такую ступень, где она становится творцом природы и переходит к форме конкретной непосредственности. Можно это истоковать в материалистичке? Можно, если эта идея человеческая, а человек в том числе является и творцом природы. Правильно? Он преобразует её или нет? Преобразует. Ну, новые виды сироновых, плодовых, новые виды животных и так далее. Является он творцом природы? Конечно, является. То есть у неё идея, как она получает одну из этого абзаца, то есть она сама по себе как-то существует. Единую может человек создать только человек. Да, конечно. Конечно. А вот он и считает, что идея – это есть, когда у человека есть воплощённая идея. Он почти с вами согласен. Его. Это его книга. Его идея. Дальше говорится на странице 20 об истине, имеющей громадную, дали величайшую ценность, как согласие понятия с его предметом. Ну, так сказать, понятие с его предметом. Предмет объективное, а понятие субъективное. То есть опять он вроде бы возвращается на этот же уровень. Но тут он всё время одновременно дискутирует с Кантом. То есть тут нет этой логики. То есть тут нет логики изложения последовательной, а есть всякие отдельные высказывания. Согласно приведённой выше дефиниции, истину составляет не содержание, а его соответствие понятию. Это действительно очень важно. Истина – это не содержание, а его соответствие понятий. И вот доходим мы до 22-й страницы. В первом обзоре написано «Истинно, хотя непосредственно явствует, что ему не хватает того, что требуется определением истины, а именно согласия понятия со своим предметом». И вот этот предмет он упорно не хочет считать материальным. Согласие понятия со своим предметом. Что является предметом понятия? Предметом понятия является, что за материальный. И само понятие, может быть, соответствие понятию, то есть соответствие, вот скажем, яблоко соответствует своему понятию, и надо понимать не идеалистически, а оно должно соответствовать единству в сущности и явлении. «Аристотелю принадлежит бесконечная заслуга, которая должна наполнять нас величайшим уважением перед силой этого ума, впервые предпринявшей такое описание категории. Но необходимо идти дальше и познать отчасти систематическую связь, отчасти реализованность этих форм». Вот, подразделение. И вот он, наконец, подходит к тому, что надо продолжать логику. Понятие, как оно было рассмотрено выше, оказывается единством бытия и сущности. Так а что его, как можно рассматривать его, когда вы его еще не сформулировали? Оно же еще не выведено. Он что, выводил его? А понятие вообще это вывод, что ли? Нет. Оказывается единством бытия и сущности. Так а единством бытия и сущности разве не оказывается действительное? А действительность и я оказывается казаться. Действительность не может казаться. А? Действительность казаться не может. Она есть. Нет, тут она не кажется. Оказывается. Оказаться может. Оказаться – это на самом деле что происходит. Оказывается. Не в голове кажется. Это не кажимость, а оказывается. А оказывается вы человек. Это не значит, что я какую-то мысль взял. Вот это я вас взял. который вследствие этого стало видимостью. Понятие есть «восстановленное бытие», но «восстановленое» как его бесконечное посредственное отрицательность внутри самого себя. Значит как понятие можно трактовать понятие как объективное, как единство предмета со своей явлением и сущностью, правильно? Вот действительность, как единство явлений и сущности, вот это и есть понятие. В понятии бытия и сущность уже не имеет того определения, в котором они суют бытие и сущность. Понятно, когда вы взяли их единство, так вы должны уже и бытие и сущность не оторвать от этого единства. Страница 23. Понятие поэтому дифференцирует себя не на эти определения. Истина субсоциального отношения, в котором бытие и сущность достигает друг через друга своей на исполненной самостоятельности, возвращается к действительности. Видите? Возвращается снова. И достигая друг через друга своей исполненной самостоятельности и свое определение, истина и субстанциальность оказала субстанциональное должность, которое есть равным образом и только положенность. Положенность есть наличное бытие и развлечение, поэтому в себе и для себя бытие достигло в понятии адекватного себе и истинного наличного бытия. Ну раз бытие наличного, наличное бытие, значит это не то, что находится только в сфере сознания. То есть опять он ходил, 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 так сказать, как-то хотел перевести это дело на такую идеалистическую почву, но ничего не, когда он пошел опять к движению, к подразделению, к категории, то ему пришлось вернуться по существу на этот же самый уровень. Фаза непосредственного понятия образует в собой ту стадию, это страница 23, на которой понятие есть субъективное мышление, некоторое внешнее для предмета рефлексии. Ну вот, то есть непосредственное понятие, это как раз не то понятие, которое берется как единство бытия и сущности, а то, что просто словами выражается. Это в другом смысле уже понятие. Понятие в своей объективности есть сам сущий в себе и для себя предмет. Вот как хотите, так и понимаете. Понятие в своей объективности, и до этого написано «объективное понятие», возникает тотальность, образующая собой объективное понятие. Что такое объективное понятие? Ну вот, яблоко как понятие, не как вот мы скажем его в словах, а яблоко, которое на самом деле есть и которое соответствует своей сущности. А если оно горькое или вредное, то это никакое не яблоко, это дичок там и так далее. Ну вот он, так сказать, ходил, 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 ходил и решил поставить первый отдел субъективность и пойти уже дальше, проигнорировав даже то, к чему он здесь пришел. Ну а как мы с вами договорились, мы первым отделом вставим объективность. Если мы вот сейчас возьмем и откроем объективность. Объективность. Страница 124. Переходим в странице. Тут кончается 24 страницей. Вот этот весь раздел, учение понятия, весь разговор. А вот на страницу 124 мы переходим. И что мы там видим? На 124 странице мы видим объективность. В первой книге объективной логики абстрактное бытие было изображено как переходящее в наличное бытие, но также возвращающееся в сущность. Во второй книге мы видели, что сущность определяет себя так, что становится основанием, в силу этого выступает существование, реализует себя в виде субстанции, но снова возвращается в понятие. Относительно же понятия мы прежде всего показали, что оно определяет себя так, что становится объективностью. Ну вот как объективность и будем его рассматривать. То есть ходил-ходил по этим идеалистическим болотам, ничего там никакой ни брусника, ни клюквы не нашел и вернулся обратно на почву объективности. Само собой явствует, что этот последний переход по своему определению так действенен с тем, что в прежние времена выступала в метафизике как умозаключение от понятия, а именно от понятия Бога к его существованию. И тут же себя и подсёк. Ну вот это говорит о том, что тот путь, который мы теперь наметили, который мы обсудили и приняли как решение нашего окружка, он и состоит в том, чтобы вот следующим заниматься сейчас не субъективным, а объективностью. Поэтому первое, после того, как вот это вступление мы прочитали, мы берём объективность и с неё начинаем. А вот после объективности будем уже заниматься субъективностью. Вот и всё. Это не очень большое преобразование, это не значит всё перепутать, перемешать, а наоборот. Он об этой объективности сам говорит. Становится объективностью, но раз становится объективностью, мы и занимаемся. И объективность понимается двояко. И объективность как то, что есть независимо от всякого сознания, и объективность как правильное отражение действительности в сознании. Поэтому она двояко должна пониматься. А у него вот как-то так всё соединяется здесь. То есть мы в течение первых двух книг не могли придраться к его изложению, потому что оно очень было строгим, логичным. А тут вот он, естественно, попал в трудную ситуацию. Но вот в этом разделе объективность, мы его теперь берём себе для дальнейшего изучения. Вот у нас следующее занятие состоится когда? Во второй вторник февраля. Второй вторник февраля. Второй вторник февраля, 14 февраля. Вот 14 февраля мы будем изучать что? Объективность. Объективность. А когда мы объективность закончим, а чем кончается объективность? Он же объективность доводит до человека. Он не доводит до общества, потому что никто ещё не довёл тогда до общества. Нет для этого было соответствующих исследований. Ещё этого не сделано было и исторически, то есть не исследовано, как развивалось человеческое общество. Поэтому требовать от Гегеля сизиматизации того, что в другой науке не получило своего описания, хотя бы её представления, конечно, нельзя. Поэтому после объективности мы уже перейдём к субъективности, то нам будет легче понимать, почему так отточены, так хорошо отточены суждения. Во-первых, сами виды понятия всеобщие, особенные, единичные. Хотя познание всеобщего означает в том числе и понятие единичного, а эти уже всеобщие, особенные, единичные между собой не разделены. Нет такой границы между всеобщим, особенными, никакой границы нет. Мы одно и то же берём и как всеобщее, и как особенное, и как единичное. Вот товарищ Абдулай, он человек, берём его как всеобщие. Он у нас член Рабочей партии России, это он, значит, особенный человек. И он единичный, товарищ Абдулай, других таких людей на земле нет. Нету больше таких. Даже если и фамилия есть такая, но всё равно другой человек. То же самое можно и про меня сказать, потому что поповых, фоксовах нерезанных, самых разных есть. Изобретатель радио, например, у Попова. Есть улица профессора Попова. Я могу по ней прогуливаться, полным, так сказать, пониманием того, прогуливаюсь по улице профессора Попова. Но это меня не делает изобретателем радио. У меня на свадьбе свидетель Попова был. А? На свадьбе свидетель Попова был. Ну вот. Так что Попова точно очень много. Так что вы будьте внимательны. Нас много. Ну вот, собственно, мы вывели с вами задание на следующее. То есть надо сейчас теперь прочитать. То есть мы теперь, раз взялись мы изучать науку-логику материалистическую, мы уже берём не вообще науку-логику, а взялись мы за третью книгу, том второй. И сейчас мы, так сказать, занимались, собственно говоря, введением. А вот теперь то, что у Гегеля называется второе отдело, мы это будем изучать как первый отдел. Когда мы этот первый отдел изучим, перейдём ко второму отделу. А когда мы перейдём ко второму отделу после первого, у нас разногласий с Гегелем не останется, потому что единство субъективного и объективного – это что? Это понятие. Вот мы понятие и будем тогда уже изучать как целое. И учение, так сказать, о понятии, как единство объективного и субъективного, вполне можно снова тратовать материалистически. Ну а Гегель, как говорится, ему скажем спасибо за то, что он сделал. Поэтому, когда Маркса спрашивали ваше отношение к Гегелю, он очень резко и точно сформулировал. Моё отношение к Гегелю очень просто. Гегель – мой учитель. И это ответ на вопрос о том, может ли идеалист быть учителем материалиста. Может быть. Но у него не единственный же учитель, у него ещё Маркс и Фейербах был, который помог ему и Энгельсу из младого Гегельянца превратиться в исторического. А в исторических материалистов они сами превратились благодаря своим исследованиям, своим трудам. И экономическим исследованием Маркса, и естественным исследованием другим в области естественных наук и историй развития человечества, которые проделал Энгельс. Вот такая картина. Так что мы под Новый год, 2023, оказались в таком состоянии, как кружок, что мы можем продолжать материалистическое изучение, освоение Гегеля. Не так, что мы стараемся просто материалистически истолковывать. Нет, мы уже знаем, как это материалистически истолковывать, и в каком порядке изучать, чтобы это истолкование было действительно материалистическим. Не истолковывать, а мы материалистически изучаем уже. Мы уже изучаем, да, мы уже изучаем материалистически. Вот это очень хорошо. Поэтому у нас должно быть светлое чувство с начала нового учебного года в кружке. Вернее, у нас учебный год начинается с осени. Мы имеем в виду вторую половину 22-23 года. Так что мы за вот эту вторую половину должны продвинуться в материалистическом обучении, в материалистическом восприятии наук и логики Гегеля. И до этого мы имели всякие высказывания классиков, что они стараются материалистически изучать, материалистически истолковывать. Но мы это не просто стараемся, мы это осуществляем. Вот так сказать. Поэтому честь и хвала тем, кто занимается этим делом в кружке. И тем, кто занимается этим в кружке, ну, можно сказать, виртуально. То есть здесь присутствуют не все члены нашего кружка. Виртуально, виртуально, удаленно. Ничем виртуально. Ну, он сидит там и вертит что-то там. Мы не знаем, что он делает. Поэтому и говорим виртуально. Может, сам вертится. Важно то, что он... Мы террористы. Мы верим, что они делают это просто удаленно, не виртуально. Ну, то вы сказали, что мы террористы. Ведь мы верим. Мы не уверим, а мы уверены, что они изучают диалог наук и логики. Согласны. Согласны с такой формировкой? Да. Так что, позвольте всех поздравить с Новым годом. Вот. И поздравить со вторым полугодием, которое начинается, 1 января. Для изучения. А для занятий самого кружка, вот, как нам уже объявили, 14 февраля. Это будет первый... Это второй вторник. Второй вторник. Вот мы 14 февраля соберемся и будем обсуждать объективность. 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 Об этом я, значит, в информацию направлю товарища Тюленеву о сегодняшнем занятии, о том, что мы обсуждали и что мы наметили на очередное занятие, которое будет 14 февраля 2023 года. Спасибо за внимание. Поздравляем всех с Новым диалектическим годом. Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...